Под культ привет, друзья! Знаете, где я сейчас нахожусь? Я нахожусь в центре, который называется Смена. Это такое пространство для просмотра фильмов, для лекционных каких-то мероприятий. Ну вот, короче, вот, в Казани. Да, забыл сказать. Смена находится в Казани. Вот. Поэтому спасибо огромное за гостеприимство. Этот ролик будет записан здесь. А кто вот это такой? А это мой друг, Эдуард Лернер и Эдик. С которым мы давно дружим, постоянно спорим о политике, общаемся. Вот. Он замечательный математик. И сейчас расскажет что-то очень интересное. Я не понял, что. Когда он пытался мне рассказать в предыдущий раз, я ничего не понял. И поэтому я сказал, а ты приходи на канал. Заодно, ребята, познакомимся с тобой. Вот так. Так что казанский математик Эдуард Лернер, прошу любить и жаловать. Сейчас будет пытаться что-то мне объяснить. Да. Ну, на самом деле, скорее не объяснить. Я, собственно говоря, о проблеме, которой уже больше 50 лет. Она была в 64-м году поставлена. Причем вот любой, любой, кто угодно, может ее сходу понять. Речь идет о детской игру. 57 лет. Да. 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 64-го года. 57. Ты же понимаешь, что 57. Ну да. Номер школы. Ну, на самом деле, нет. Ну, как бы приписывают. 64-й год. Это называется проблема Черни. Черни. То есть, Черни – это чешский математик. И он был на самом... Тогда была эпоха космоса. И он думал о том, как будет сигнал передаваться с той стороны, когда будут облетать Луну. Когда облетаем Луну, может случиться все, что угодно. И важно, чтобы была возможность настроить аппарат обратно. И вот... Ну вот, я сейчас объясню связь, но сначала представлю игру. Давай. Смотри. Значит, есть кружочки, из которых... Ну, допустим, вот 4 кружочка, неважно, N кружочков, из которых выходят 2 стрелочки. Так. Одна стрелочка там намечена буквой L. Она может идти сама в себя. Там кружочек тот же самый. А может идти в какой-то другой кружочек. Да. Пожалуйста. Это тоже не запрещается. Да. И это одна стрелочка. Ну, Лев там, я не знаю, буква. Или как-то по-другому. Значит, есть еще одна стрелочка, которая помечена другой буквой. Ну, Райт, например. Райт, Р, да. Окей. Окей. Ну, у нас просто Р будет идти вот... Вообще по кругу. Ну, тут, правда, я, по-моему... В принципе, она тоже куда угодно. Да, да. Давай я вот здесь затру. Как бы мне... Ну, то есть, Р... Давай я направлю стрелочки в ту же самую сторону, что и Лев. Да, хорошо. Вот сюда. Я думаю, понятно или не совсем. Ну, вот не синий пломастер. Да, да, хорошо. Райты на лесу синим. Да, да, да. Левты этим, а райты синим. Все райты будут идти тоже по направлению в то же самое, как и левт. Единственное. Да. Это неважно. Значит, вот у меня стрелочка идет вот сюда. Значит, в каждом кружочке сидит по фишечке. Так. Вот, четыре фишечки я расставляю. И по некоторой команде, ну, какая-то команда там, например, команда Райт. Райт, да. По этой команде все передвигаются. Куда? Ну, вот они передвинутся по кругу. Да. Команда Левт. Команда Левт. Да. Опаньки. Смотри-ка, у нас собралось две фишечки в одном месте. Красно-зеленые. Да. Значит, цель игры — собрать все фишки в одном кружочке. Ага. Можно это сделать? Как-то… При данных? Да. Вообще, не всегда, конечно, это можно сделать, но при данных раскладах можно. Если я две собрал в одном кружке, то уже дальше они всегда одинаково идут. Да, да. То есть у меня слепание происходит. Поэтому мне нужно… То есть первая команда, наверное, которую у меня смысл делать, это команда Левт. Левт. Мы слепили, да? Мы слепили сразу. Да. Сейчас, если мы сделаем Левт, у меня ничего не произойдет. Ничего не произойдет. Поэтому нужно делать Райт. Райт. Попробуем Райт. Райт. Передвигаем. Надо, чтобы кто-то помог. Виду, виду. Ну, наверное, имеет смысл еще раз. Подожди. А если сейчас делать Левт, то Райт всегда попадет. Да. Да. Хорошо, давай еще раз. Еще раз Райт. Так. И теперь делаем Левт. Ну, мне кажется, может быть, еще раз попробуем. Но если здесь сделать Левт, то у меня будет это здесь, а эти две здесь. Да. Ну, как-то некрасиво, что они стали недружно в ряд. Давай еще раз Райт сделаем, а уже потом, как ты хотел, сделаем Левт. Ок. Так, сделаем Левт и… А, они не перепрыгнули через одну. Да, да. А, я бы сюда пошла. Да. Теперь мы делаем Райт, Райт. Райт. Да. И Левт. Так. Значит, у нас за девять ходов все кружочки собрались в одном месте. Да. Было четыре клетки. Да. И за девять ходов мы собрали все в одном месте. Да. Вот такие ситуации, когда все можно собрать в одном месте, эти ситуации в этом случае, вот этот вот граф называется синхронизируемым. Синхронизируемым, да? Да. Значит, почему это надо для облета Луны? Ну, потому что там может произойти все, что угодно. И нам нужны такие команды, где будет желтая фишечка, синенькая или красненькая. Нам нужны такие команды, которые все соберут в какую-то позицию, в которую мы знаем. Где бы мы ни находились, на этой позиции, на этой или на этой, после набора команд, вот есть кофе автомат, есть что-то другое, нам нужно какие-то команды дать, чтобы после них мы собрались в какую-то одну клеточку. Знаете, давай сделаем так. Вот как всегда у меня получается следующее. Мне когда раскладывают какую-то историю жизни, я никогда не понимаю, в чем тут жизнь, но математику сразу уже понимаем. Окей, окей. Все понятно. Окей, окей. Давайте, давайте... Каждый додумает сам. Да, да. Математика. На самом деле есть применение там в роботике, есть... Ну да. Но это можно посмотреть лекции Михаила Волкова. Собственно говоря, это я представляю краткий его конспект трех лекций, где он вот обо всех этих приложениях рассказывает. Он говорит, что математика – это обычно что-то непонятное. Говорят о чем-то непонятном, на непонятном языке, а то это вот совершенно не так, но тем не менее... Он там и про жизнь. Да, 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 про жизнь. Он на самом деле очень долго, вот два часа он рассказывает про жизнь. Но в чем проблема? Значит, проблема в том, что вот мы собрали все в одну клеточку за девять ходов. Так. И у нас он равен четырем. Так. Четыре кружочка. Быстрее, на самом деле, чем за девять ходов, собрать нельзя. Вот в этой ситуации? В этой ситуации. Более того, ну эту ситуацию можно обобщить. У меня могло быть не четыре кружочка нарисовано, а просто есть кружочки по кругу идут. Нет, а как ты уверен сейчас в этой ситуации? Ты бы ее считал или что? Да. На самом деле, получается, у меня есть пример, и я должен построить оценку. Да. Это некая математическая задача. Ну да, доказать, что меньше нельзя – это как-то перевод изумин. Безумин. Давай я ставлю на потом это доказательство. Чуть попозже я это докажу. Пока поверь, что это так. Да, хорошо. И смотри, этот пример обобщается на случай, когда у нас будет кружочков не четыре, а любое количество. Пять кружочков, пожалуйста. Ты точно так же делай. То есть один переход налево, остальные все в себя. Да, причем переходов в себя будет n-1 переходов направо, потом будет переход в себя, потом n-1 направо. Ну то есть получается такая ситуация, left, right, right, ну понятно, n-1, 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 да, значит left, все это повторяется n-2 раза, потом еще left, подсчитай, сколько получится. Ну, n-1, n-2 плюс 1, там, n-1 плюс 2. Ну давай я просто уже здесь буду писать. n-2, да, n-2 и плюс 1, сколько это будет? Ну, n-1 в квадрате. Он минус 1 в квадрате. Да. Вот, значит есть... 9, ну 9, вот 9. Да, 9, 9. То есть есть такие примеры, задач, таких графов. Я не могу доказать, 10 раньше не сделай. Можно оставить это упражнением, да? Да, да, можно оставить это упражнением. Это хорошее упражнение, на тему оценка плюс пример. Вот пример, вот, а оценку сами. Я могу иди дать, ну, я не знаю, стоит это или не стоит. А давай оставить так, пусть порешают. Хорошо. А вот геропистов много, вот сейчас, так сказать, у нас сын-то выиграл по информатике олимпиаду, да? Да, да, это как раз к информатике имеет прямо... Да, это прямо вот. Теперь, докажите, что в такой картинке по кругу, эрки и эльки все в себя, кроме одной, нельзя меньше, чем за минус 1 в квадрате. Да. Отличное упражнение. Но я не буду его проверять. Но может, Эдик потом посидит, посмотрит некоторые из доказательств. Хорошо, хорошо. Ну, если будет очень много, то нет. Теперь, в чем фишка? Да. Фишка? Фишка вот. Понятно. Это много фишек. Фишка в круге. Тут есть несколько фишек. А бывает дольше, чем... Бывает, бывает. А, на самом деле, ну, бывают такие позиции, где... Вот это ключевой вопрос. Бывают такие позиции, в которых трудно найти быстрее, чем за минус 1 в квадрате. И гипотеза состоит в том, что как раз вот на самом деле всегда при любой позиции, которую можно собрать в одну клетку, это удается сделать за минус 1 в квадрате. Это гипотеза, которая была поставлена в 64-м году и до сих пор не доказана. То есть, подожди, меньше можно доказать, что нельзя? Да. Прямо никогда вообще нельзя? Нет, это не доказано, что меньше нельзя. Тоже не доказано. Тоже неизвестно. Суть такая, что если их можно собрать в одну сторону, то оптимальный путь – это всегда ровно минус 1 в квадрате. Ну, он не может превышать, точнее... Нет, нет, он не может превышать минус 1 в квадрате. Меньше может быть. Итак, давай я еще раз повторю утверждение, как я его понял. Что? Можно легко придумать ситуацию со стрелками так, что на самом деле собрать их гораздо быстрее. Да. Кстати, придумай. Придумай. Ну вот, допустим... Так, сейчас, значит, они должны идти... Ну, возьми три кружочка. Возьми три кружочка и придумай такую ситуацию. Три, да, и нужно, чтобы было быстрее, чем за четыре, да? Ну, да, да. Может за один ход просто собрать все. А, ну типа left сюда, left сюда. Да, все. И все, да? Да, left тоже сюда. И здесь left сюда. Да. Значит, безусловно, бывают очевидные ситуации, когда очень быстро все собирается, да? Да. Дальше. Можно привести конкретную, очень неприятную ситуацию, вот, которую мы привели, где все left идут вот так, а один всего лишь идет вот так. Да. А круги, а right идут все по кругу. И в этой ситуации можно доказать, что меньше, чем за один в квадрате невозможно. Да, да. Значит, и... Гипотеза. Гипотеза в том, что никакой более сложной ситуации нет. Да. Что всегда можно, если можно вообще собрать, то это можно сделать за один в квадрате. Да, все точно. Или меньше. Или меньше, да. Теперь... Понятно. Хотя бы я понял проблему. Да. Так суть в том, что эта проблема настолько далека. То есть современная... Не только по, на самом деле, возрасту, а в том, насколько далеко люди пока от ее решения. То есть пока только известно. Какого года рождения? 63-го. А, ты тебе был годик. Ну да, да. У вас будет. Вот. Получается, что... Ну как, вот до сих пор... Ну, на самом деле, если подумать, можно придумать алгоритм, который собирает все это за время порядка n в кубе. Для любой ситуации. У от n в кубе. Так. Ага. Ну это n в квадрат у нас. Да, да. Да. Ну, более того, если чуть-чуть постараться, можно там конкретно привести, значит, конкретную вот оценку n в кубе минус n в наш. Все равно, да. И как это бесконечно далеко от n минус 1 в квадрате. Ну, для всех победителей в сероса большой вызов. Да, правда? Да, да, да. Все. Можно, наверное, заняться этой проблемой. Мишенька, смотри, ты можешь на самом деле на все уже забить, потому что ты уже поступил, говорит папа. И продвинуться в этой проблеме. Ну и к остальным, да, тоже нашим подписчикам. У нас на этом серосе там половина подписчиков канала, да, есть. Вот. Круто, очень круто. И что, у тебя есть еще какие-то соображения? Ну, я могу просто рассказать, почему оценка вот эта вот достаточно простая. И, значит, отослать к лекциям Волкова 2010 года, в котором он говорит, вот, конечно, мы n минус 1 в квадрате не получим. Но мы уже очень близко перешли к тому, чтобы не получать кубическую оценку. А вот завтра мы получим квадратный. Прошло 10 лет. Да. Это как с этим Джангом, да? Джанг. Это Джанг в каком году? В 2013 году доказал, что соседние простые бесконечно То есть класс останется на миллионном расстоянии, потом это 246 сделает. И думает, ну все, сейчас мы добьемся самым. Да, двух, два, два. Нет, а тут есть, тут далеко совершенно, то есть есть классы автоматов, для которых, ну, если особым образом эти стрелочки устроены, да, тогда, ну вот здесь вот вообще за один ход можно еще как-то доказать. А тут для каких-то классов это было исследовано, но в общем случае, ну, получается, вот, ну, нет идей. Хотя, ну, может быть, на самом деле, может быть, на самом деле просто и неправда ли это, то есть кто-нибудь построит какой-то сложнейший, хитрейший. Смотри, смотри, почему, скорее всего, это не так. Значит, просмотрены на самом деле все автоматы до десяти кружочков. А-а-а. Во всех так. Во всех, да? Есть еще некоторые серии, отличные, вот серии черни, вот от той, которую вот мы только что здесь изображали. Да, значит, вот этот случай типа не, ну, как бы. Не единственный, ну, то есть были обнаружены, были обнаружены случаи там при n равном шести, но это были на самом деле отдельные, ну, как вот в теории групп, бывают какие-то примерчики, отдельные примерчики. Серии не было найдено, ну, был найден там один-два примерчика, в которых тоже требуется n-1 в квадрате операции, чтобы свести все въедино. Но серии не было найдено, все размерности там, которые можно было на компьютере проверить до десяти, были проверены. Очевидно, что это верно. Можно зуб дать, что это верно, но руку, наверное, давать не стоит, но зуб, пожалуйста. Зуб могут выбить ее. Зуб 32. Да, да, да. И вот-вот казалось, что мы как-то продвинемся, там, связывались с матрицами, связывались с группами, с полугруппами. Нифига. Никак не удается. И ныне там. Да, да, да. В то же время кубическая оценка. Кубическая оценка. Кубическая оценка. Да, значит, как легко получается кубическая оценка. Ну, в работе черни она не была доказана, она появилась позже. Черни доказал, на самом деле, экспоненциальную оценку. Экспоненциальная оценка очевидная. Каким образом? Ну, давай мы рассмотрим, вот здесь вот у нас было четыре кружочка. Можно рассматривать шестнадцать кружочков. Имеется в виду взять кружочек, назвать его один, два, три, четыре. Это тот кружочек, это вот если, это объединение всех вместе. Есть кружочек один, два, три, есть кружочек там один, два, четыре, и есть стрелочки, которые ведут из одной ситуации. Ну, то есть вот один, два, три, четыре, это у нас фишки стоят по отдельности во всех местах. А один, два, три, это значит фишки стоят только в позициях один, два, три. Вот left, он, насколько я понимаю, из один, два, три, четыре переводит, куда там сейчас надо, мы не пометили, но в какую-то позицию, где будут всего три кружочка заданы. Вот, у нас получается такой рисуночек, вот у нас изначальная позиция это один, два, три, четыре, а нам нужны какие-то позиции, где вот одиночные кружочки, и нам нужно просто придумать какой-нибудь путь, мы видим вот этот вот рисуночек, этот граф, который, видим в нем путь, который ведет из один, два, три, четыре в какую-то одиночную позицию, и вот этот путь является оптимальным. Но на самом деле этих позиций много, и поэтому… Нет, это просто решение в задаче. Да, решение в задаче. И на самом деле это будет доказательством экспоненциальной оценки, которую Черни привел в первой работе. То есть это не n в кубе, это 2 в степени n. Как получается n в кубе? Здесь надо переставить квантеры. Значит, нам нужно, чтобы из любых двух кружочков мы могли попасть в один кружочек. Вот. А сейчас… Да, да, да. Нет, я хочу старую открыть. А, старую, давай. Старую открыть. Давай вот самую первую, где у нас самая первая сцена. Вот. А значит нам нужно, чтобы… Задачу можно поставить так. Вот у нас есть 2 кружочка, надо их свести в один. Да. Теперь представь, любые 2 кружочка сводятся в один. Любые 2. Вот эти 2. Ну да. Вот эти 2. Вот эти 2. Ну да. И тогда, значит, и все 4 кружочка можно свести в один. Любые 2 сводятся в один, но это потому, что иначе мы не соберем их. Да, да, да. Ну и если мы вот эти 2 свели в один, потом вот эти 2 свели в один, потом вот эти два свели в один, потом вот эти два свели в один, значит мы все свели в один. То есть у нас есть какая-то последовательность ходов, которые вот конкретные два кружочка сводят в один. Эта последовательность ходов как-то там действует на другие кружочки, это не важно, на другие фишки. Потом мы подумаем, вот есть последовательность ходов, которые вот эти два сводят в один, потом вот эти два сводят в один. Если мы будем последовательно применять сначала одну последовательность ходов, потом вторую, потом третью, мы все сведем в один кружочек. Да, значит каждое для того, чтобы свести два кружочка. Давай вернемся к той схеме, которая у нас была здесь, и оставим из этой схемы только те варианты, когда у нас по две фишечки, на остальные нам наплевать. То есть у нас есть число считаний из n по 2, в вариантах, когда у нас есть, стоят фишки в позициях 1, 2, стоят фишки в позициях 2, 3, 3, 4, ну и так далее. Ну и есть отдельные на самом деле, 1, 2, 3, 4. Вот если мы хотим свести 1, 2 в какую-нибудь позицию из нижних, 1, 2, 3, 4 в отдельных, нам нужно сделать порядка n в квадрате ходов. Ну потому что здесь у нас число считаний из n по 2. Мы здесь должны погулять какое-то время. Да, да. Который будет длинной, но в самом случае он будет длинной n квадрата. И мы его пройдем. Да, да. Но при этом у нас станет на одну фишку меньше. Да. Повторим это n раз. Да, это значит n на n квадрат. Да. И получим оценку n в квадрате. И все. Все. Больше ничего не известно. Все, что известно. Да. Но наши, нет, наши там на самом деле, надо немножко подумать, почему именно наши получить. Там проще получается оценка n в кубе минус n деленное на 3. Там наши, в общем, еще некоторые усилия требуются. Но вот точка. Да. Да. Ну что я могу сказать, друзья. Вот задача. Условия совершенно ясные. Я вот не мог его понять, как бы поймал, потому что я был занят очень сильно. Я вообще не могу поймал неудобно понимать. Вот это вот я вижу все. Нарисованы эти самые круги, да? Нарисованы каким-то образом переходы left-right. Это просто команда для алгоритма. Вы пишете некоторый алгоритм. Он, значит, эти кружочки каждый раз меняет свои положения по командам. Известно, что их можно собрать вместе. Нужно доказать, что это можно сделать за именно с один квадрат или меньше ходов всегда, независимо от того, как нарисованы. Нерешенная проблема, которой 64 года. 57. 57. 57 лет! Дерзайте! Если кто из 179-й школы решит проблему, которая 57 лет, это будет победа! Победа! Подходит, привет всем. Да. Ну, наверное, подробности можно посмотреть в лекциях Михаила Волкова. Просто набрать компьютер Science Club и синхронизируемые автоматы Михаила Волкова. Вот здесь, вот здесь. Да, 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 да. И вот сумбурность некоторого рассказа. Нет, ну мы сформулируем задачу. Да, да. Я постарался просто пересказать три лекции по полтора часа за... Ну, супер, супер. Спасибо, Эдик! Давай, удачи тебе! Спасибо, что пришел на канал. Всем пока!